Ну что ж, собираемся. Да, оставь так, да. «Зарубежные города». Константин Бальмонт. Воспоминания о вечере в Амстердаме. Медленные строки. О, тихий Амстердам! С певучим перезвоном Старинных колоколем. Тихий Амстердам! Зачем я здесь, не там? Зачем уйти неволем к тебе? О, тихий Амстердам! К твоим церковным взводам, К твоим немым затонам, К твоим колыбым усталым сонным берегам. С огредевшим каналом, С безжизненным и холодом, С закатом запоздалым Амстердам. Закатом запоздалым, И ласковым, и алым, Горящим здесь и там, По сумрачным мостам, По этим сонным водам, По окнам и по сводам, Домов и колоколям. Амстердам, Амстердам, Где преданным мечтам, Какой-то призрак волен, Упрёк сдержать неволен, Здесь полёт и там, Тоскует с долгим стоном И вечным эпизодом. О тихий Амстердам, 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 О тихий Амстердам. Рим, Евгений Евтушевский. 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 Рим, Евгений 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 Евг Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Какая работа, 18-й день, не горки, Терпеливо несём эту кару, Вот вчера доели опорки, А сегодня створили гитару. Шу, створили гитару, Поживав сосновых иголок, Восемнадцатый вечер подряд Мы даём лишь крепить его голову, Ты солнце ветру, брат, И ветру ты, брат, И присев у костра на гордочки, Вместо завтрака, вместо ужина, Я гляжу на твои фотокарточки, Это всё, что теперь мне нужно. А что теперь мне нужно-то? Ты теперь далеко-далёко, И меня ты, наверное, забыла, Поправляя непрежно локон, Ты с другим беседуешь, милым, Беседуешь, милым, Ну, а я лишь сума ведь скрыт, Ну, у меня ведь другая забота, Всё равно я, конечно, погибну, Что делать, такая работа? Такая работа, Такая работа, Тяжело по тыгам пробираться, А холодными бесполезно, Мы пытались поужинать на рации, Но она оказалась железной, Вот сволочь железной, Мы, мужчины, не потом молили, Мы упрямо идём к сволицели, Правда, двое вчера поданули, А четвёртого толстого съели, А толстого съели, Всё, болото, 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 Восьмадцатый день болото, Вот и всё, вот уж сыпь и рвота. ПЕСНЯ 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 Еще одна страшная песня, В стихи Олега Торотина, Палата о Неандертальском промеднии. ПЕСНЯ Мы тут какие звуки не включаем, всё, 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 мы к месту. Ну какой ты неандерталец, в супе шерл с собой срабишь. Шерстью жидко, шею, смалец, лоб огромный, а челюсть, а челюсть, а челюсть. Шерстью жидко, шею, посмотри на медвежью печень, вот мужчина, самец, кабам. Хлыки у него от плечи, и при том, и при том никакого лба. Ну пойди, половин рыбёшку, принеси хоть какую дичь, ну что ты, палками дам, всё трёшь-то. Ну что ты этим, ну что ты этим хочешь достичь? И да что говорить с тобой, чуря, чтобы зверь тебя съел, чтоб ты сдох. И старейшина в глазки щуря, отошёл, отошёл, выкусывать блох. Ха-ха-ха-ха, ухай-ха-ха, ухай-ха. Лоб охаянный из морщиня, шав до боли горя клыки. Тёр да тёр деревяшки мужчина, раздирая, раздирая в кровь кулаки. А когда вдруг дымком пахнуло, и огонь показал язык, разорвал ликованием скулы. Люди, вам, люди, вам, о, пещерный крик. Ха-ха-ха, ухай-ха, ухай-ха. И стояли люди в безмолвии, опираясь на тяжесть палец. И старейшина тихо молвил. О, великий, о, великий неандертанец. Ха-ха-ха, ухай-ха, 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 ухай-ха. Но шаман вдруг забыл. Плохо, поделите. Дразнит видулов наших он, пёс. Испалили его. Уж простите, в том огне, в том огне, что он людям принёс. Ха-ха-ха, ухай-ха, ухай-ха, ухай-ха. Ну, после этой песни я обычно пою ещё одну песню. Вот я там в цикле, в композиции не спел её, и всё. Одну песню на стихи Александра Кушнера. «Античная ваза». На античной вазе выступает Человечка в дивный хоровод. Непонятно, кто кому внимает. Непонятно, кто за кем идёт. Глубоко старинная насечка Каждый пляж отречи муторат. От, от ищу средних я человечка С головой повёрнутой назад. От, от ищу средних я человечка С головой повёрнутой назад. Он в высоком ноге поднимает И вперёд стремительно летит. Ну, как будто что-то вспоминает И назад так в прошлое глядит. Старый мастер, резчик по металлу Жизнь мою в рисунок разверни Буду я кружиться до твала И плясать не хуже, чем они И в чужие вслушиваться речи И под бубен прыгать не в попад Как печальный этот человечек С головой повёрнутой назад Как печальный этот человечек С головой повёрнутой назад Тихая мужская лирика Владимир Попов На краешке лета Побелело полы К жилоте зверовой И стояли такие шареные рассветы Было волосы ты дождевой водой Средь высокой травы Да на краешке лета Прибегала в заброшенный дом Блестника Говорила обиженно Милый мой, где ты? Я тебя целовал На породе леска Средь высокой травы Да на краешке лета Да на краешке лета Ты была словно птица Пленённая мной Средь высокой травы Да на краешке лета Не хотел ни за что Я тебя отпускать Словно верю В какие-то злые приметы А теперь не могу Ни следа отыскать Средь высокой травы Да на краешке лета Средь высокой травы Да на краешке лета Стихи Льва от Рускина Посёлок Дачный Скрепит посёлок Дачный Обшивкой кавель На соснах, как на мачных Огни святого Эльма И если хочешь к звёздам Нам будут по пути Тебе ещё не поздно На полу будет зайти Тебе ещё не поздно На полу будет зайти Мой скорбь к земле привязан Мои в чернилах пальцы Но ты узнаешь сразу Межзвёздного скитальца К чему скитаться розно Обнимемся в пути Тебе ещё не поздно На полу будет зайти Тебе ещё не поздно На полу будет зайти Ну ладно, ну не плачь ты Ведь нам нельзя отдельно На соснах, как на мачтах Огни святого Эльма Сотрём друг другу слёзы Незримые почти Тебе ещё не поздно На полу будет зайти Тебе ещё не поздно На полу будет зайти Я всё вот обычно говорю Перед исполнением вот этих песен Которые сейчас хочу спеть Что я по примеру наших больших бардов Берговского, Никитина И других Тоже перехожу к сочинению Крупных форм От песни так К опере постепенной Вот я уже Два ореоза сделал Уже из своей будущей оперы Которую ещё Пока не знаю про что И кто там будет действовать Но это там Так же само собой образуется Я уверен Главное не останавливаться Вот два ореоза Первая ореоза На стихи Владимира Друга Ореоза Не глупца Для паритона Хор и оркестра Оркестра будет Изображать левую Да? Я обижен Я в печальной Все считают Что я глуп А я не глуп О-о-о А я не глуп О-о Летом я ношу сандали А зимой ношу тулук Я не глуп Я не глуп Я не глуп Я ношу сандали летом Восхищен поэтом фетом И грызу В ночале мая Всей душой воспринимаю А зимой ношу тулук Ну кто же скажет, что я глуп, что я глуп? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- О-о-о-о! Парокестр! О-о-о! Второе ариоза на стихи Игоря Артенева называется «Ариоза книголюбца». Бывает в этой жизни миги, Когда накатит благодать, Идут берутся в руки книги И начинаются читать, И начинаются читать В перифпытливые зеленицы, В печатных знаках черный рой. Сперва одну прочтёшь страницу, Потом приступишь ко второй, Потом приступишь ко второй. А там, глядишь, уже и третья Тебя поманит в путь сама. Ах, кто придумал книги Эти обитель тайной ума, Я в жизни их прочёл с десяток, Припомнить больше не могу, Но их нечёткий отпечаток В моём свире обствует мозгу. Вот почему в часы досуга, Устав от мерзкого труда, Я книгу толстую подругу С опаской глазу иногда, С опаской глазу иногда, И всё живают в жизни миги, Когда накатит благодать. Вот тут берутся в руки книги И начинаются читать, И начинают поются читать. Ну, пожалуй, ещё одно из, так как бы, Примыкающих к крупным формам. Я одну песню спою, но я сделаю небольшое вступление в ней. Значит, эту песню я, значит, на стихи Сергея Крылова. Он сделал такой цикл стихов сейчас, Где описывает, как живётся такому, ну, простому российскому обывателю в наши дни И такая семья Пельдрюскиных. Пельдрюскин папа, Пельдрюскин мама и Пельдрюскин сын. Вот там разные аспекты этой жизни. Вот, в частности, это вот стихотворение называется Пельдрюскин и зарплата. Он сделал, значит, такую ремарку у Серёжи Крылова, что это романс. Ну, я действительно сочинил романс на эти стихи. И даже жестокий романс, но только он у меня получился в стиле «Канкан», почему-то. Вот такой романс жестокий в стиле «Канкан». И я его вот исполнил впервые в этом году летом на Грушинском фестивале. Ну, вы знаете, что такое Грушинский фестиваль. Это вот ночной концерт. Там такая сцена в форме гитары на Старице Волжской, А на дне огромные караны, которые десятки тысяч любителей сидят И, значит, вот слушают эту песню, всё это так освещается и подзвучено. А я эту песню спел в качестве такой некоторой, ну, иронии есть, так можно сказать, Такой немножко грустной по отношению к замечательному, на самом деле, с одной стороны, проекту. Я думаю, все слушали его, этот диск или кассету, песни нашего века, Которую вот, мои друзья замечательные, певцы, которые вот и на моей вот этой, Ну, диска самого у меня нет, вот, а кассеты с этого диска тут, вот они есть. Они там тоже поют некоторые мои песни. Вот они сделали этот замечательный проект, где, ну, вы знаете, да, Из уже прошедших проверку времени бардовских песен, они отобрали 19, кажется, там штук. Вот они их поют замечательно. Вот, наверное, поэтому сейчас ещё такой интерес бардовской песни, они тоже в свою такую лепту вложили, взбудоражили. Многие, вот я видел, как чуть не со светами на глазах вспоминают, вот из старшего поколения людей, те песни, да, мне, И молодёжь как-то вот к такому более, ну, что ли, адаптированному к современному уху молодёжному такую вот стилистику воспринимают и, значит, поют эти песни. Но мне немножечко всё-таки кажется, что тут чуть-чуть, чуть-чуть она излишне попсизирована и немножко излишне как бы так унифицированы все вот эти авторы замечательные. Они как-то поются всё так под одну гребёночку. И, в общем-то, такой расчёт на такую вот широкую как бы аудиторию, воспринимающую попсу, мне кажется, что бардовская песня, она всё-таки немножко по своей природе такая интимная, и ей это не очень показано. И вот я так своё ироническое отношение к этому проекту выразил с помощью этой песни. Я попросил четырёх милых девочек там из Уфинского лагеря, мы с ними немножко потренировались, но, правда, маловато, ну, вот, и они вышли туда вот ночью на эту гитару, так, ну, вот, как это называется, в бикини, да? И, значит, там изображали то, что делается в камкам, в кабарете. Ну, и там и ножки, и там, и попочку, всё там было, всё, что надо. И в конце они даже так ложились в позу умирающего лебедя. Ну, как-то вот не все воспринимали, может, не очень хорошо это сделали, но вот представьте, как может звучать это и выглядеть. А сказал я такие слова перед этим. Ребята, мы можем себя поздравить с тем, что вот проект «Песни нашу верю» завоевал сейчас весь мир, все его поют уже по всему миру, но не надо на этом останавливаться. Мы должны, значит, делать сейчас следующий шаг, чтобы перейти от аудио уже к видеопродукции, чтобы делать вот это всё в виде, значит, клипа называется. И вот первое я предлагаю, вот сейчас вам такое изображение будущего клипа Бардовского из проекта, который называется «Песни и бляски нашего века». Педрюшкин, где твоя зарплата? Педрюшкин, я твоя зарплата, а ты меня и не узнал. Ну я, ух, ух, ни в чём не виновата, ведь я попала, я попала, я попала, подавал. Вот я пришла, хоть опоздала, а ты меня, муж, и не ждёшь, да ты, ух, и сам исподавала, и тоже вижу, тоже вижу, тоже вижу, я хорош, ух, 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 хорош, ух, хорош. А помнишь, мы с тобой встречались два раза в месяц, много лет, но дни, ох, счастливые умчались, и нам с тобою, нам с тобою, нам с тобою ждут привет, ох, 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 ждут привет, ох, физкульт-привет. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ На стихе Леонида Мартынова. Олива, 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 Тихожелые ветви вздымая, Она не стоит молчалива, Она ведь не глуха, не мая. Она не стоит молчалива, Она ведь не глуха, не мая. Конечно, какое-то в мире Творится неблагополучие, И слышатся трески в эфире, Как будто ломаются сучья. И слышатся трески в эфире, Как будто ломаются сучья. Ломаются сучья оливы, И хлещут по стенам и крышам, Как будто далекие взрывы Мы слышим, хотя и не слышим. Как будто далекие взрывы Мы слышим, хотя и не слышим. О, желез оливы цветущие, И полон то реже, то чаще, И этот хрипящий, поющий, Пормочущий, спищущий ящик. И люди, как будто не дышат, У ящика ночью уселись. Но слышат, конечно же, слышат Оливы, чарующий шелест. Но слышат, конечно же, слышат Оливы, чарующий шелест. Олива, 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 Тяжелые ветви вздымая, Она не стоит молчалива, Она ведь не глуха, не мая, Она не стоит молчалива, Олива, Олива, Олива. Как прикидывается? Ой, это я не вспомню. Правда, это слишком сложно. Ни слова, ни... Нежал ее не зовут Николаевича тоже? Это вообще, наверное, я не вспомню. Поскольку у меня на слуху вариант. Я не вспомню просто сейчас. Это не специально. Больше нет же? На стихи Тушевого. А, Тушевого. Ну, пожалуйста, да. Это можно. Это как бы в заключении уже. Это лучшие дни. А лучшие дни. Вот это можно на стихи Натана Злодникова. В какой? В какой? В какой дни. В какой дни. Это лучшие, лучшие дни. Ты устала от их мельтешения. Что ж скажу я тебе в утешение, Знай, как поезд пропчатся они. Что ж скажу я тебе в утешение, Знай, как поезд пропчатся они. И растает последний из них Огоньком танцевого вагона. Ты напрасно вдохнешь, облегчен. Вот, мол, жизнь в тишине возле книг. Ты напрасно вдохнешь, облегчен. Вот, мол, жизнь в тишине возле книг. Только гул потрясен на земли, Только ветер на фиадуе, Только горечь недальней разлуки, Только мертвый изгиб колеи. Только горечь недальней разлуки, Только мертвый изгиб колеи. Это лучшие, лучшие линии, Ты устала от их мельтешения. Что ж скажу я тебе в утешение, Знай, как поезд пропчатся они. Что ж скажу я тебе в утешение, Знай, как поезд пропчатся они. До рассветия, родятся над пухтой туманы, До рассветия, и выведу я из Магадана, По тропи ночью горной на северо-запад, Низко вытянет стланник пахнатые лапы. Тяжело пролетит незнакомая птица, В тишине камыши осторожно вздохнут, Недовольный медведь над водою склонится, Капли с морды, дремучие в ручей, упадут. Не сердись, а собраться мне в путь, помоги. До рассветия опять все начну я сначала, Ночью ветер принес хвойный запах тайги, И дорога под сердцем моим постучала. Этой ночью тревогой повеяла с гор, Этот ветер ночной мне шепнул не иначе. Есть далекий ручей с гордым именем Норд, Есть далекий распадок, распадок удачи. На рассвете родятся над бухтой туманы, На рассвете, и выруя из Магадана, Будут горы стоять красотою маня, Будет легким рюкзак за спиной у меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одно из таких... Как? О, ну, я помню, сейчас не стоит как-то выражать. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, да, я спою. А вот я перед этим хочу еще, может, еще одну песню вот такую. Ветер. Дай я лучше еще одну такую из игривых песен спою. Тем более, вот молодой человек, как зовут? Паш, да. Паш, да. Вот, может, бальчик будет интересным. Да, значит, я в своих заграничных поездках Я такую вот игру предлагаю. Каждый раз, когда поют песни, я предлагаю... Там же все, вы знаете, они все приехали сюда, С первым, что делал, садятся на машине. Ну, там, значит, прожить нельзя. И все вот ездят на баранках, бедные как-то от земли отрываются. Я говорю, что я могу предложить вот оторваться от руля и покататься на лимузине без колес и баранки. Она на лошади лимузине. Вот я показываю даже эту картинку. Не очень хорошо видна эта фотография. Где, держите, моя фотография? А, вот. Изображен вот этот конь-лимузин. Вот поближе можно посмотреть. В синем это мой друг Йосиф Шлебович Гершинзон, владелец этой самой вот лошади-лимузин. И, значит, она у него в горках десятых стоит. Дочери его прекрасные сейчас уже лошадницы. Они содержат этого коня в прекрасной форме. Он в прошлом году, по-моему, на каком-то конкуре занял даже какое-то место. То есть он вообще-то такой спортивный. Но, я сам не катался, правда, но говорят, что вот так. Под седоком он очень такой нежный и послушный. Поэтому я предлагаю, я договорился с Йосифом, что я выписываю, значит, такой сертификат такой с его телефоном. От моего имени Риопсу звонят, и он тут же отправляется, значит, вот с претендентом, победившим, и в горки десятые и дает кататься на этом лимузине. Значит, вот единственное, что надо сделать для того, чтобы я выписывал сертификат, точно повторить те звуки, которые я вот в начале и в заключении песни делал. Вот у детей это получается лучше, я обращаюсь, чем у взрослых. Вот попробуйте, внимательно, смотрите, тут свет виден. Это стихи Игоря Ертенева, называется «Песня на колею». Игорь Ертенева, называется «Песня на колею». Игорь Ертенева, называется «Песня на колею». Игорь Ертенева, называется «Песня на колею». «Надо мною я лег под ним». Игорь Ертенева, называется «Песня на колею». Ну вот, на стихи Вероники Душновой, ну, пожалуйста. Кто заказывал, пускай подпевает. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, В соболёт меня возьми, На усталость мне, пожалуйста, На плече мою мусни и рукой. Не сводя по лесам, я на другую краю земли, Где встают, как счастье, песенки Горы синий лен в долине. Ну, пожалуйста, в угоду мне, Не тревожься ни о чём, Тихой ночью сердце города Одобри своим крючок. Хорошо, наверное, ночью там Темнота и тишина, Мы с тобой попали с почетом, Выпьем старого вина, Выпьем мы за счастье трудное, За дорогу без конца, Заслепые, безпосудные, И подсудные сердца. Попридём по сонным дворикам, По веслюбным площадям, Улыбаться будет горненько, Будто найденным друзьям. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, Самолёт меня возьми, Усталость мне, пожалуйста, На плечах твое усни И руку дай, Сводя по песенкам На другом краю земли, Где встают, как счастье, песенки Горы синие вдали, Горы синие вдали. Обычно я пою заключение песенки про короля. Спеть нам, да? Взять. Терьям, терьям, Так вы тоже можете подпеть. На стихи... На стихи... На стихи бельгийского поэта Мориса Карема, Который писал по-французски В переводе Михаила Гудина. Ну, а вот второй куплет про королеву, Которая в троянском бархате И в немурском шелке Приветствовала короля на башне, Махала платочком, смело, спела. Я вот этот куплет иногда пою по-французски, Чтобы оригинал прозвучал. Трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-трю-т Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Как не здорово хоряк, но у вас, мне кажется, потенция, волучая народ, поющий, интересующий. Я желаю вам дальнейшего роста и развития. Детей побольше приводите, чтобы молодежь тоже подключалась. Ну и большое вам спасибо. До новых встреч, вам надеется. Всего доброго.